друзья всем привет приветствую вас на канале спасибо что вы подписываетесь и ставите лайки это стимулирует нас записывать такие видео отвечать на ваши вопросы и совместно мы продвигаем тему зеленой энергетики сегодня у нас видео про литий-железно-фосфатной батареи и кислотной батареи проведем сравнение расскажем про характеристики литий-фермофосфатной батареи также кислотной батареи рассчитаем количество числов работы далее посмотрим и расскажем про количество циклов под зарядки батарей сделаем экономический расчет ну и расскажем про выгоду заключение я вам расскажу почему все-таки мы приняли такое решение и какие батареи мы используем сейчас это видео будет полезно тем кто сейчас только переходит на солнечные батареи очень много видео появляется в сети в которых рассказывает что проще поставить дешевые вот такие вот кислотные батареи и не заморачиваться но такие дорогие литиевые для старых систем которых уже присутствует там 12 или 24 вольта конечно то тоже для людей появляется сомнения но я сейчас хочу развеять по порядку расскажу что мы лет 15 назад использовали именно кислотные батареи в своих системах покупали большие огромные батареи 200 ампер часов скажем так от камаза до чтобы было понятно и устанавливали на своих объектах что вышло и что произошло дальше я расскажу чуть позже но сейчас перейдем к нашим батареям начнем про характеристики а я взял две батареи это литий-феррум фосфатная батарея вот такой вот емкости здесь 200 ампер часов 12 8 вольт мощность два с половиной киловатта и стоимость именно вот этой батареи я говорю сейчас про испанию не говорю про китай в испании она проверка дается в районе 500 евро количество циклов заряда разряда здесь от двух тысяч до пяти пяти тысяч циклов все это зависит от глубины разряда глубина разряда именно этой батареи варьируется от 80 до 90 процентов если вы используете его грамотно разряжаете не ниже 90 процентов то срок службы у него составляет 10 лет также для примера я взял кислотную батарею которую я так также использовал для переносной портативного инвертора для каких-то работ когда нужно что-то подключить на изолированном инверторе для работы какие-то либо устройств мы используем такую кислотную батарею скажем так подключали к автомобилю поэтому я рассказываю про эту кислотную батарею здесь также 12 вольт емкость 60 ампер часов мощности 720 ватт в час стоимость такой батареи в испании в районе 100 евро и количество циклов заряда разряда 300 500 тоже также зависит от глубины разряда глубина разряда не более 50 процентов срок службы 25 лет соответственно эта батарея она работает в нормальном режиме если вы разряжаете не ниже вернее да не ниже 20 процентов после 50 процентов начинается разрушение пластин происходит сульфатация и происходит необратимая деградация аккумулятора соответственно эти аккумуляторы очень чувствительны к разряду и на инверторах когда вы выставляете именно кислотную батарею эта батарея работает очень мало то есть она при больших бросках тока при просадке напряжения инвертор все время переключается на сеть если у вас гибридный инвертор давайте друзья перейдем к расчету количество часов работы литий-феррум фосфатная батарея так как ее полная мощность 2560 ватт увидите пересчитываем мощность если мы возьмем от нее 90 процентов разряда соответственно умножаем на 09 то получим где-то 2 и 3 киловатта мы сможем из этой батареи получить кислотная батарея здесь это просто для премьера полная мощность ее еще раз повторю 720 ватт эффективная мощность с учетом максимальной глубины разряда 50 процентов будет составлять 720 умножаем на 05 получается 360 ватт соответственно она уже значительно меньше нам выдаст энергии чем литий-феррум фосфатная возвращаемся в количество цикл циклов перезарядки литий-феррум фосфатная батарея количество циклов от 2000 до 500 но средний возьмем 3500 кислотная батарея количество циклов заряда разряда 300 500 возьмем средние 400 ну и соответственно срок службы литий-феррум фосфатная батарея служит 10 лет то есть через 10 лет эта батарея должна снизиться мощность на 80 процентов то есть такие параметры заложены и после 10 лет она продолжает работать но со сниженной емкости кислотная батарея работает значительно меньше срок службы 25 лет среднее значение три с половиной года ну и переходим сейчас к экономическому расчету по экономическому расчету пересчитываем стоимость 500 евро стоимость батареи на 10 лет то есть порядка 50 евро в год кислотная батарея при трех с половиной летнем сроке стоимостью 100 евро будет расход составлять порядка 28 евро в год но выгода литий фермофосфатных батареи значительно больше срок службы и количество циклов перезарядки батарея может разряжаться на большую глубину до 90 процентов что очень важно так как это увеличивает ее эффективную мощность стоимость за год использования немного выше 500 50 евро против 28 евро вот этой вот батареи но при этом она обеспечивает большую мощность и более длительный срок службы что дает ее более экономически выгодной что делает ее более экономически выгодной в долгосрочной перспективе литий-фермофосфатная батарея экологически безопаснее и менее подвержена деградации при частых циклах заряда-разряда но и заключение хочу сказать что хоть батарея стоит дороже 500 евро против 100 вот этой вот но если вы пересчитаете мощность которую дает эта батарея и которую дают вот эта батарея то есть получается четыре батареи таких заменяет одна батарея вот так вот такая вот соответственно также литий-фермофосфатная батарея обладает большими преимущественно в плане количества циклов перезарядки глубина разряда срока службы и в долгосрочной перспективе она оказывается конечно более экономически выгодной чем вот эта вот кислотная батарея обеспечивая надежное длительное питание для солнечной системы надеюсь это видео будет полезно тем кто встал перед выбором какую батарею купить эту или вот эту вот и надеюсь это видео поможет вам правильно оценивать использовать современные технологии и соответственно не вестись на те видео которые снимают сейчас в ютюбе люди которые только перешли и попробовали кислотные батареи поработали которые буквально там месяц и рассказывать что можно получить такую же энергию только за дешевую стоимость как говорят наши друзья китайцы радость дешевой покупки проходит намного быстрее чем обида которая длится долго когда вы видите некачественный продукт или тот продукт который вам не совсем подходит но вы мучаетесь с ним так что выбирайте друзья аккумуляторы правильно ставьте лайки подписывайтесь на наш канал с уважением алексей